Нашим следующим шагом будет использование потоков для работы с вестевыми соединениями. И начнем мы с отдачи посетителю файлов. Если помните, у нас была такая задача. Если посетитель запросит соответствующий URL, то отдать ему файл. Пример решения этой задачи без потоков может быть таким. Читаем файл. Когда файл прочитается, вызываем callback. Дальше, при ошибке, сообщаем о ней. А если все хорошо, то ставим заголовок, чтобы указать какой это файл. И записываем содержимое файла в ответ, вызовом res.end, который отдает контент и завершает соединение. Это решение в принципе работает, но его проблема это пожирание памяти. Потому что если файл большой, то read файл его сначала считает, а потом вызовет callback. В результате получится, что если клиент медленный, то весь этот считанный контент зависнет в памяти до того, как клиент его получит. А что если у нас таких медленных клиентов много? А если файл очень большой, получается, что сервер может почти мгновенно занять всю доступную память. Что, конечно же, совершенно неприемлемо. Чтобы такого не происходило, мы заменим код отдачи файла на принципиально другой, использующий потоки. Мы уже умеем читать из файла при помощи readStream. Это будет входным потоком данных. А выходным потоком будет объект ответа res, который является объектом класса server.response, на следующем от stream.writable. Общий алгоритм использования потоков для записи сильно отличается от того, что мы рассматривали ранее. И выглядит так. Вначале мы создаем объект потока. Если у нас HTTP сервер, то этот объект уже создан. Это res. Дальше мы хотим отправить что-то клиенту. Это можно сделать вызовом res.write и передать там наши данные. Обычно это либо буфер, либо строка. Наши данные при этом добавляются к специальному свойству потока, которое называют его буфером. И если пока этот буфер не очень большой, то данные прибавляются к нему, и write возвращает true, что означает, что мы можем писать еще. При этом обязательство по отсылке данных берет на себя уже сам поток. Как правило, эта отсылка происходит асинхронно. Возможно, и другой вариант. Например, если мы передали сразу очень много данных, или если буфер уже был чем-то занят, то метод write может вернуть false. False означает, что внутренний буфер потока переполнен. И прямо сейчас запись, конечно, можно сделать, но это будет нецелесообразно, потому что в буфере просто все будет копиться, копиться, копиться. Поэтому при получении false обычно запись не продолжают, а ждут специального события drain, которое будет сгенерировано потоком, когда он все отошлет. То есть, когда его внутренний буфер опустеет. Таким образом, мы можем вызывать write много-много раз. И когда мы понимаем, что все, все данные записаны, то мы должны вызвать метод end. Тут тоже можно передать первым аргументом данные, в этом случае он просто write вызовет. Самая главная задача end – это закончить запись. Поток это делает, при необходимости вызывает внутренние операции закрытия ресурсов, то есть файлов, соединений и так далее. И затем генерирует событие finish. Finish означает, что запись полностью завершена. Обращаю ваше внимание, что аналогичное событие у stream.readable называется end. Это различие не случайно, потому что есть потоки, дуплекс, которые умеют и читать, и писать. Соответственно, они могут генерировать как одно событие, так и другое. Поток в любой момент можно разрушить. Вызовем метод destroy. При вызове этого метода работа потока прекращается, и все ассоциированные с ним ресурсы будут освобождены. Конечно же, событие finish уже никогда не состоится, потому что finish – это успешное окончание работы потока. Успешная отдача всех данных. Реализуем правильную отдачу файла, используя схему справа как шпаргалку. Я буду делать это в отдельной функции, которая будет называться sendFile. Она будет принимать один поток для файла и второй поток для ответа. Первое, что мы будем делать с такой функцией – это ждать данных. Затем, когда они получены, то внутри обработчика readable читать их и отправлять в ответ. Конечно же, она не выдерживает никакой критики, поскольку в том случае, если клиент пока не может получить эти данные, например, потому что у него медленная скорость соединения, то они зависнут в буфере объекта рез. Таким образом, если файл очень быстро считан, но пока не отправлен, то он займет большое количество памяти, а этого мы как раз хотели бы избежать. В этом небольшом коде изложен пример более универсального решения этой задачи. Мы тоже читаем содержимое из файла на событии readable, но мы не просто отправляем его вызовом res.write, а еще и анализируем, что этот вызов вернет. Если res принимает данные очень быстро, то res.write будет возвращать true. Это означает, что эта ветка if никогда не выполнится. Соответственно, мы получим read, write, read, write и так далее. Более интересен случай, когда res.write вернул false, то есть когда буфер переполнен. В этом случае мы временно отказываемся обрабатывать события readable на файле. Само по себе такое снятие обработчика не означает, что файловый поток перестанет читать данные. Нет, он будет читать данные, но он досчитает их до определенного уровня, заполнит свой внутренний буфер объекта файл. И затем, так как никто read не вызывает, то этот внутренний буфер останется заполнен на определенном уровне. То есть файловый поток что-то считает и там застопрится. Далее мы дождемся события drain, то есть когда данные будут успешно отданы в ответ. И когда данные отданы в ответ, это означает, что мы можем принять что-то еще из файла. Мы вновь показываем свой интерес в событиях readable. И вызываем метод write сразу. Зачем? Да просто потому, что пока мы ждали этого drain, новые данные вполне могли прийти. Это означает, что имеет смысл их тут же прочитать. Вызов read вернет null в том случае, если данных нет. Ну а если есть, то они просто будут обработаны тем же способом, о котором мы говорили раньше. Такая вот своеобразная рекурсивная функция получается. Считать, отправить то что считано, при необходимости подождать drain. Считать, дальше отправить, подождать и так далее по циклу, пока файл не закончится. По окончании файла наступит событие end, в обработчике которого мы завершим ответ вызовом res.end. Таким образом будет закрыто исходящее соединение, потому что файл полностью отослан. Получившийся код является весьма универсальным. Он реализует достаточно общий алгоритм отправки данных из одного потока в другой, используя самые стандартные методы потоков readable и writable. Об этом, конечно же, подумали и разработчики самого Node.js и добавили его несколько более оптимизированную реализацию в стандартную библиотеку потоков. Соответствующий метод называется pipe. Он есть у всех readable потоков и работает так. Readable.pipe writable. Куда писать? Кроме того, что это всего лишь одна строка, тут есть еще один бонус. Например, можно один и тот же входной поток пайпить в несколько выходных. Например, кроме ответа клиенту, будем вводить его еще в стандартный вывод процесса. Итак, запускаю. О, вывелось и сюда, и одновременно вот сюда. Готов ли этот замечательный код к промышленной эксплуатации? Есть ли какие-то еще нюансы, которые нужно учесть? Как вы считаете? Подумали? Ну, первым делом в глаза должна броситься отсутствие работы с ошибками. Если вдруг файл не найден, или что-то с ним еще не так, тогда упадет весь сервер вообще. Это, наверное, не то, что нам нужно. Поэтому добавим обработчик. File on error. Например, такой. Что ж, теперь мы немножко ближе к реальной жизни, и в ряде руководств такой код выдается за вполне нормальный, но на самом деле это не так. Ставить такой код на живой сервер ни в коем случае нельзя. В чем же дело? Для того, чтобы продемонстрировать проблему, я сейчас добавлю дополнительные обработчики на события open и close для файла. Итак, стартую и обновляю в браузере страницу. Обновляю, обновляю. Видите, файл перезагружается, и совершенно нормально то, что файл открывается, потом он целиком отдается и закрывается. А теперь сделаю кое-что другое, а именно открою консоль. И запущу утилиту curl, которая будет скачивать вот этот вот URL с ограничением скорости 1 килобайт в секунду. Если вы работаете под Windows, то утилиту curl можно легко нагуглить и поставить. Запускаю. И открывается файл, начинается получение. С виду все хорошо, да? А теперь ctrl-c. Прекращаю загрузку. Обратите внимание, никакого close нету. Давайте еще раз. Начинаю, закрываю. Начинаю, ctrl-c, закрываю. Иначе говоря, получается, что если клиент открыл соединение, но закрыл его до того, как загружка файла была завершена, то получается, что файл останется подвисшим. А если файл остался открытым, то во-первых, все ассоциированные с ним структуры остались тоже в памяти, во-вторых, в операционной системе зачастую есть лимит на количество одновременно открытых файлов, а в-третьих, вместе с файлом навечно зависает в памяти и соответствующий объект потока, а вместе с ним и все замыкание, в котором он находится. Чтобы избежать этой проблемы и ее последствий, достаточно всего лишь отловить момент, когда соединение закрыто, и при этом удостовериться, что файл тоже будет закрыт. Событие, которое нас интересует, называется рез-он-клоуз. И это событие отсутствует в обычном stream.writable, то есть это именно расширение стандартного интерфейса потоков, так же как у файлов есть клоуз, так и у объекта ответа server.response тоже есть клоуз. Но смысл этого клоуз сильно отличается от смысла вот этого. Это очень важно, потому что на файловом потоке клоуз это нормальное завершение, файл закрывается всегда в конце. А для объекта ответа, клоуз, это сигнал, что соединение было оборвано. При нормальном завершении происходит не клоуз, а финиш. Итак, если соединение было оборвано, то нам нужно закрыть файл и освободить все ресурсы, поскольку файл нам больше передавать некому. Для этого мы вызываем метод потока файл.destroy. Теперь все будет хорошо. Ну-ка давайте еще раз проверим. Запускаю. Консоль. Раз. Ctrl-C. Теперь наш код можно пускать на живой сервер.